Идите в хоры и обретете гармонию, сказал когда-то знаменитый американский дирижер Роберт Шоу Лаусен. Так, 23 ноября в актовом зале Казанского федерального университета прошел гала-концерт 8-го всероссийского конкурса академических хоров и вокально-хоровых ансаблей «Поющая Россия». Хоровое искусство, оно питает нашего человека. И нам, как членам жюри, очень приятно, что этот конкурс с каждым годом открывает и для нас тоже что-то новое. Мы открываем новые сочинения, мы открываем новых композиторов, мы открываем новых дирижеров, новых руководителей коллективов. Это все нас как-то сплочает в наше непростое время и как-то своеобразно дает большой стимул для дальнейшего процветания хорового искусства на Руси. Хоровое пение объединяет людей, дает им душевный подъем и чувство братского согласия. Когда голоса сливаются в унисоне или сложных гармонических аккордах, человек чувствует, что он не одинок, что все люди-братья, что родство со всей вселенной, не пустые слова. Для нас хоровое пение это какая-то такая мини-национальная идея, то есть как бы такое собрание людей, которых объединены общие идеи, мыслями, мировоззрением. И ведь мы сможем выжить только сообща. А хор это как раз такое явление очень национальное, очень российское, очень русское. Это началось с детства, когда родители нас отдали в разные коллективы музыкальные и все, и пошло, 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 пошло. А потом уже после колледжа стало понятно, что музыка это уже наш путь, да, уже не отпустит. Ну и все, и так мы оказались в этой профессии хорового дирижирования. Хор это прообраз идеального общества, основанного на едином устремлении и слаженном дыхании. Общество, в котором важно услышать другого, прислушаться к друг другу. Общество, в котором индивидуальность не подавляется, но раскрывается в полной мере. Хоровое пение существует в России издавна. Оно присуще человеку, как часть жизни. Люди пели за работой, когда сеяли и убирали урожай, шили и вязали, пели за столом в момент отдыха и в праздник, во время богослужения и в походе. Во время торжеств все пели огромным хором, даже цари пели в хоре. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.